МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Игорь Белышев. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С гранатой. Нетрезвый гражданин с позванным десант пришел в рюмочную, где демонстрировал взрывчатку присутствующим. После отправился домой, где у него возник конфликт с родителями. Он пригрозил им гранаты. Отец вызвал полицию. Когда правоохранители приехали, мужчина сказал, что гранату выбросил, а потом достал ее из собачьей будки и начал выдергивать чеку. Под дулом полицейского пистолета он бросил гранату. На место прибыли взрывотехники. А это оказался муляж. Виновника происшествия правоохранители допросили и отпустили. Мужчина не смог объяснить свои поступки, так как был сильно пьян. Ну, он часто дебоширит. Родителей бьет. В общем, бьет постоянно. Ну, он служил, наверное, за украинскую армию. Вот это говорят в 2014 году в Луганске. Может быть, на этом. Не знаю. Выпивает очень часто. Ну, и потом пришел сюда, наверное, с родителями размахивал гранаты. Отец вызвал милицию. Ну, приехали все. Потом ждали пиротехников этих, взрывотехников. Мы посмотрели, что граната учебная. В конце прошлой недели в одной из больниц Мелитополя был госпитализирован военный с тяжелым ранением головы. Затем мужчину доставили санавиации в Запорожье. По предварительным данным, боец получил ранение в зоне АТО. Медики уже обратились в полицию, СБУ и военную прокуратуру. По данному факту ведется следствие. Уже известно, что на момент госпитализации военнослужащий находился в отпуске. Службу он проходил в зоне проведения АТО, где, по его словам, и был ранен. После его отправили в отпуск, не оказав должной медпомощи. Сейчас медики квалифицируют его состояние как очень тяжелое. В Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение из приемного покоя городской больницы о том, что каретой скорой помощи к ним доставлен местный житель 88-го года рождения. Предварительный диагноз – осколочно-пулевое ранение черепа. По данному факту, Мелитопольским отделом полиции возбуждено уголовное производство по признакам статьи 121 части 1 Уголовного кодекса Украины – нанесение тяжких телесных повреждений. На данный момент проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования. Уроки под кайфом. Скандал с наркотиками разгорелся в одной из школ Запорожья. По словам учеников, около 30 школьников периодически употребляют на свай. Это вид некурительного табачного изделия, популярного в Средней Азии. При этом он вызывает зависимость. Подробнее Станислав Пичурин. Вера – мама семиклассника. Летом женщина заметила, что ее сын ведет себя как-то странно. Думала, что такое поведение – последствия переходного возраста. Но в этом учебном году один из школьников стал свидетелем того, как ее сын употребляет вещества. Сказал, что видел, что дети употребляют что-то в рот ложат. После чего их расслабляют, и они становятся какие-то интересные. Зауч среагировала, на следующий день меня сразу же вызвала. Я прибежала вчера в школу. Она мне рассказывает о том, что мой ребенок употребляет на свай. На свай – нас, нац или нацик. Некурительное табачное изделие, традиционное для Центральной Азии. Основным компонентом является махорка или табак. Добавляют также гашеную известь, золу различных растений, верблюжий или куриный помет, масла, а также приправы. Подросток рассказал, что на свай употребляет уже полгода. Пробовал в школе и на улице, когда гулял со сверстниками. Перед школой, за гаражами в туалет, я в день употреблял 3-2 раза. Перед школой, где-то на уровне третьем и в конце школы. Наркотическое вещество ребята покупали у одного из учеников своей школы. Также на свай можно найти и на рынках. 40 доз стоит 20 гривен. Сколько в вашей школе употребляют наркотики? Лет или человек? Человек. Человек, человек 20-30, может быть, максимум. Какие классы? 9-11. От 7-го, если надо считать, и до 11-го. Мама Богдана не знала, что ее ребенок наркозависим. Вспоминает, что происходило с ее сыном, когда он употреблял на свай. В течение летнего периода, что он стал много плеваться на улице постоянно. Во сне спит и плюется просто-напросто. Я не могла подумать, он приходит, у него глаза нормальные. Так, ну, незаметно. У него часто и головные боли. Мы обратились к нейропатологу. Прошли обследование. Доплероскопию, обследование головного мозга. Нам поставили ВСД. Также родители замечали у детей обветренные губы, очаги герпеса, чрезмерную активность, либо наоборот, упадок сил. Ребята были раздражительными, и у них появились проблемы с пищеварением. Это и есть основные симптомы наркотической зависимости, говорят врачи. Он вызывает то же самое, что и табак, только в нем очень большое количество никотина. Никотин – это вид наркотика. Вызывает он некоторое расслабление, вызывает, но его воздействие, по сути дела, то, что любой наркотик – это снятие напряжения. У тех, кто употребляет на свай, возникают проблемы со здоровьем. Это болезни ротовой полости, пищеварительной системы и головного мозга. Лечить начинать надо с взаимоотношений в самой семье. Надо идти к специалистам. Первое, что нужно сделать – это прийти к специалистам, потому что основа лечения зависимости, любой зависимости, лежит все-таки в психологических механизмах. Статистики, сколько подростков употребляют наркотики – нет, говорят в Запорожском областном наркодиспансере. Но проблема есть, причем масштабная. По словам медиков, всего по учебным заведениям города и области распространяется более 70 видов наркотиков. Это, в общем-то, первый случай. Такое обращение родителей. Я не думаю, что эта проблема раньше не стояла. Это просто нашлись такие смелые, неравнодушные родители, которые решили об этом кричать. Известно, что насвай употребляют и в других школах города. В 47-й, это я только это знаю. Ну, там трехклассники начинают тоже это все употреблять. В 67-й школе по данному факту проводится внутреннее расследование. А материалы по этим случаям употребления наркотиков направлены в ряд инстанций. Факт употребления насваев в учебно-воспитательном комплексе 67 известен и территориальному отделу образования, и криминальной милиции. Ну, и здесь сейчас, естественно, общаясь, проводится работа и психолога, и социального педагога по выявлению еще случаев. Кроме того, в школе регулярно проводятся профилактические мероприятия. И на днях учебное заведение посетит врач-нарколог. Герои нашего сюжета обещают отказаться от наркотиков. Я собираюсь все это брошить, начну заниматься спортом. Брошу и буду заниматься спортом, спасом. Станислав Печурин, Руслан Шевченко, ТВ5. В Киеве завершился ежегодный саммит Ялтинской европейской стратегии. ЕС. Он прошел под слоганом «Мир, Европа и Украина. Штормы перемен». В форуме принял участие и городской голова Запорожья Владимир Буряк. Во время саммита мэр обсудил с представителями крупных компаний перспективы сотрудничества. Город открыт для инвесторов. Более того, создаются все условия для привлечения иностранных партнеров. Что мне было приятно в общении с частными инвесторами, в общении с европейскими инвестиционными институтами, то, что они знают о городе Запорожье, это самое главное. Они знают о том, какие изменения в городе происходят. Они знают о том, что мы приняли на городской сессии, ну, я считаю, для Украины беспрецедентный такой шаг, о том, что с 10% уменьшили до 1% боевое участие. Это очень такое знаковое событие. И буквально после дня города, а может кто-то и на день города, тот же торговый дом Ротшильда обещал приехать сюда и посмотреть все-таки воочию, убедиться. Им интересно посмотреть на месте, вот действительно ли в городе Запорожье происходят те изменения, которые декларируются. Первый блин комом. В минувшую пятницу дожидаться транспорта, чтобы уехать в сторону Кушугума и Балабина, запорожцам приходилось часами и в длинных очередях. Соответствующие фотографии и недовольства возмущенные жители размещали в социальных сетях. Транспортный коллапс чиновники связывают с началом работы нового коммунального предприятия. Как обстоит ситуация сегодня и что будет в дальнейшем, разбирался Валерий Калайтан. Остановка общественного транспорта в Запорожье один. Сегодня особых очередей здесь нет. Маршрутное такси курсирует довольно часто. Но информации о рейсах нет, жалуются пассажиры. Зинаиде удалось избежать пятничного транспортного коллапса в сторону Кушугума и Балабина. А вот ее супруг около часа не мог уехать. В пятницу мой муж ехал на дачу, он инвалид, после инсульта. Вот здесь простоял 50 минут, потом подошел автобус, половину уже забитый. Он сел на него, еле доехал. Ни расписания не знаем, ни какой автобус откуда идет. В данный момент тут подошел 208, он так и не объяснил, как он ходит и какое там расписание. Никто ничего не знает. Вот я сейчас по телефону просто звонила узнать, как мне ехать. По словам одного из водителей 101 маршрута, сейчас он с коллегами выполняет роль спасательных палочек для нового предприятия-перевозчика. Что будет завтра, никто не знает. Но последствия отсутствия привычных маршруток в сторону Кушугума и Балабина, по их словам, почувствует большая часть города. Вывезти людей. Ну, с большей просьбой, правда, вывезти. Вы сейчас помогаете? Да, мы просто помогаем им вывозить. Если завтра нас не будет, ну, короче, я не знаю, пив Запорожье завтра зеркнет. А может так? Ну, конечно, наверное, будут вызывать, пока они будут, пока нас будут и вызывать. Областная государственная администрация объясняет, коллапс был связан с выходом на маршрут молодого коммунального предприятия автохозяйства. Проблему решили оперативно. В течение полутора часа мы на маршрут выставили дополнительный транспорт и вопрос был снят. Да, были сложности, были вызваны они тем, что на маршрут в пятницу вышло автохозяйство, коммунальное предприятие. И смена перевозчика, она всегда сопровождается переходным периодом. В понедельник проблем у нас не возникло, ни одного звонка жалоб не было. Сейчас маршрут в сторону Кушегума и Балабина обслуживает около 40 машин нового коммунального предприятия. Однако остается разрыв в графике их движения в 30-40 минут. Для его пересмотра сейчас проводится аудит рынка пассажироперевозок. Результаты и выводы будут сделаны в ноябре. Валерий Калайтан, Эдгар Капытов, ТВ5. Запорожье ждет переход на так называемую модель смарт-города. Цель – сделать управление в областном центре наиболее эффективным с помощью современных технологий. Так, в Запорожье на протяжении четырех лет планируют реализовать три больших проекта. Охватить весь город системой видеонаблюдения, усовершенствовать работу муниципального транспорта с помощью электронных табло и GPS-навигации, а также внедрить электронный документ-оборот. Первые результаты стоит ожидать не ранее следующего года. В ближайшее время стартует ряд более мелких проектов. Контакт-центр, который станет единым координатором всех служб города, а также появятся новые функции на сайте Горсовета. Это возможность создания электронной петиции и подачи заявки на участие в проекте «Общественный бюджет». Модель достаточно сложная, модель многокомпонентная, модель, которая действительно во всех направлениях жизнедеятельности города внедряет эти технологии, внедряет инновации, внедряет какие-то новые технологические фишки, которые именно позволят сделать жизнь города более информационно открытой. Горожанам повысят комфорт. Круг друзей, дамы на велосипедах и наш ответ Майклу Джордану. Это и многое другое далее в нашем выпуске. Варенье из шишек и соленье для военных. В Запорожье прошел фестиваль консервации. Семь лет на машину. В областном центре состоялся слет любителей ретроавтомобилей. Кубок героев. В Украине появилась футбольная лига участников АТО. С огнетушителем против курильщиков. Радикальный метод борьбы с любителями табака. Патриотичный и уникальный. Второй всеукраинский фестиваль домашней консервации прошел в Запорожье. Два дня народные кулинары из разных городов Украины делились своими рецептами и демонстрировали уникальные заготовки на зиму. Лимонно-имбирный джем с перцем чили, варенье из одуванчиков и даже шишек. Собранную консервацию организаторы планируют передать бойцам АТО. Подробнее далее в сюжете. Елена приехала из Трусковца на фестиваль консервации, привезла 14 видов джема из лесных ягод Карпат. Она всего лишь полтора года назад начала заниматься консервацией и уже имеет большие успехи в этом деле. Меня приглашали уже в Киев, во Львов, но я решила в Запорожье начать. Ну потому что профильный фестиваль, именно домашней консервации, то есть мне это интересно. Ассортимент большой джема и земляники, малины, черники, ежевики, брусники и голубики. Но среди привычных заготовок на зиму здесь представлено и лечебное варенье. Например, из одуванчиков или же шишек. Нужны маленькие шишки, вот такие 4-6 сантиметров, еще молоденькие. Они настаиваются, потом варятся, отстаиваются, добавляется лимон, опять проваривается, добавляется сахар и вяжущий сосновый вкус получается. На второй всеукраинский фестиваль в этом году собралось около 50 хозяюшек. Они пришли поделиться своими рецептами и перенять новое. Стать участником мог каждый желающий. Для этого необходимо было сдать фонд фестиваля не менее 5 килограммов консервации. С самого утра наши волонтеры принимают консервацию. И человек, который сдаст у нас наибольшее количество консерваций за наши 2 дня, получит главный приз фестиваля. Это бесплатная путевка в Европу на 4 дня. Собранные на фестивале продукты организаторы мероприятия планируют передать воинам в зону АТО. Кроме этого, прямо на площади Маяковского для бойцов маринуют капусту. Нарезают рекордное количество – 250 килограммов. И вот бочки мы засаливаем ее. На это уйдет 270 килограмм капусты. Кроме того, мы решили поставить рекорд по засолке капусты, по шинковке скорость. Фестиваль консервации уже второй год получает грант на проведение этого мероприятия в рамках проекта «Мы – это город». И уже пользуется популярностью среди запорожцев. За два дня его посетили более тысячи горожан. Мы этим мероприятием сможем хоть немного помочь тем, кто сегодня ценой своей жизни отвоевывает для нас вот это солнце и мир. Поэтому, учитывая, как организаторы подходят к этому проекту, никаких не было сомнений, что он победит. Присоединились к фестивалю консервации и журналисты. Они взялись помочь волонтерам в передаче заготовок на зиму в зону ОТОМ. Возьми бедрами огромными, не только вот такими вот трехлитровыми бутыльками, они настолько это все любят. Потому что, ну, что такое обычная армейская еда? Это каши, это картошка, это, да, вот самое простое. А что-то вкусненькое, домашнее, теплое – это всегда настолько им приятно. За два дня проведения фестиваля удалось собрать 1492 килограмма консервации и приготовить 270 килограммов маринованной капусты. По истечению второго дня фестиваля организаторы получили дипломы и вошли в Книгу рекордов Украины. Седония Ракелян, Юрий Васильченко, ТВ5. Красота на колесах. В Запорожье прошел женский велопарад. Одним из главных условий участия в велопробеге были необычные костюмы. Несмотря на то, что мероприятие было женским, к нему присоединились и мужчины. Активисты стартовали от площади Маяковского, а конечной точкой стал парк Дубовая роща. С участниками парада пообщалась Евгения Али. Елена участвует в женском велопараде не первый раз. Выехала на дороге Запорожье, чтобы привлечь и других девушек к этому виду транспорта. Для такого мероприятия подобрала необычный костюм. К своему велосипеду прикрепила зонт. Показать, чтобы женщины пересаживались на велосипеды. Все-таки у нас мужчины в городе больше пользуются велосипедом, чем женщины. Мне бы хотелось, чтобы и девушки подключались. Это для них будет и поддержание их спортивной формы, активный образ жизни. И еще молодые люди очень ждут девушек на велосипедах. Елена пересела на велосипед еще в 2008 году. Говорит, всегда старалась держать себя в хорошей спортивной форме. Кроме того, такие мероприятия должны приобщать горожан к использованию экологического вида транспорта. Я вообще автомобилист, я за рулем езжу. Но когда я пересела на велосипед, мир немножко стал выглядеть по-другому. То есть он, другие пейзажи. Я езжу за покупками еще на велосипеде. Мне это очень удобно. То есть, опять же, не нести груз в руках, положил его в рюкзачок и поехал с ним. Очень удобно. По делам, на встречу с друзьями, опять же, путешествия. То есть, вот я, допустим, съездила в Днепропетровск. В этот раз к велопробегу присоединилось более сотни активистов. Практически все участники были в разных костюмах. Несмотря на то, что мероприятие женское, в нем участвовали и мужчины. Хотим показать этим мероприятиям о том, что женственность может оставаться даже на велосипеде. Можете одеть платье, просто поехать на работу. У нас достаточно неактуальна эта тема, эта велотема. Поэтому мы хотим помочь городу показать о том, что это все возможно. Елена уверяет, если люди массово будут приобщаться к велокультуре, экологическая ситуация в городе значительно улучшится. Активисты надеются, что в скором времени появятся и все условия для такого вида транспорта. Желаю всем, 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 всем пересаживаться на велосипеды. Все участники велопробега практически в сборе. Еще несколько минут и они отправятся в парк «Дубовая роща». 5 тысяч долларов на реставрацию. В Запорожье состоялся третий по счету слет ретроавтомобилистов. Раритетные машины презентовали как любители, так и участники различных ретро-клубов. Среди 30 экспонатов образцы советского и зарубежного автопрома, начиная с 20-х годов прошлого века. Уникальные автомобили видела и Седония Ракеля. Один из самых ярких представителей зарубежного автопрома на выставке «Вандерер-24». 1939 года выпуска. Такие автомобили производились в Германии и пользовались успехом среди любителей изысканных авто. Это четыре фирмы когда-то объединились в одну большую, автоюнион, завод, корпорация, не знаю. И начали выпускать автомобили. Хорьк, Ауди, ДКВ и Вандерер. Ну и они просуществовали до 43-го года. В 43-м году Гитлер запретил выпускать легковые автомобили. Александр купил автомобиль 10 лет назад. Тогда это была просто груда металла. На восстановление «Вандера-24» любитель ретро-машин потратил 7 лет. У меня мастерская есть. Там ее реставрировал. Я ходил туда, ну как на работу. Утром без выходных, без проходных. И последние четыре года я просто жил там. Это моя, ну, любимая моя игрушка. Реставрация ретро-машин, по словам автомобилистов, затратное дело. К тому же и после этого авто требует постоянного ухода. В основном должно быть, чтобы это было гаражное хранение. Например, на реставрацию Волги может уйти где-то 5000 долларов, чтобы ее сделать, как она сходила с конвейера. Многие детали запчасти Александр создавал сам. Например, эти боковые зеркала. В те времена машины этого класса выпускались без них. У каждого ретро-автомобиля, представленного на выставке, своя история, о которой охотно рассказывают владельцы. Например, эта машина досталась Александру от дедушки. ВАЗ-2101. И он хранит его, как память о нем. Уникально в том, что она 73-го года выпуска. Это предпоследний год итальянского металла, итальянского железосборки. Машина выходного дня. Ездить очень сильно жалко, потому что как память дедули, так вот уже ретро-автомобильчик становится. Следующий слет владельцев ретро-автомобилей состоится весной 2017 года. Сидония Рыкелян, Юрий Васильченко, ТВ5. Ради жизни. В областном художественном музее открылась выставка работ украинских мастеров. Цель экспозиции – благотворительное. Собрать средства на лечение Маши Прокофьевой, студентки, дочери известных запорожских художников. Ей необходимы дорогостоящие лекарства. На выставке представлены свыше 80 картин разных жанров. Подробнее Галина Знаминская. Мы неоднократно рассказывали об очень мужественной девушке, дочери известных запорожских художников Маши Прокофьевой. В результате тяжелого заболевания Маше необходима была пересадка сердца и легкого. В одной из индийских клиник, где согласились сделать операцию, медики применили уникальный препарат, который значительно улучшил состояние здоровья пациентки. Через два месяца пребывания в Индии у Маши появились видимые улучшения. Заработало, запустилось сердце, уменьшилось в размере, поскольку оно было практически на всю грудную клетку. Было вынесено решение о том, чтобы разрешить ей вернуться на родину, поскольку климат в Индии достаточно тяжелый. Это 80% влажности, загазованный город. Ну и самое страшное – это проживание, обследование, реанимация – 200 долларов, больничная палата – 100 долларов. Не всегда мы могли себе это и позволить. Сейчас Маша находится в Киевской клинике. Проходит курс лечения индийскими препаратами, за которые необходимо заплатить до января 22 тысячи долларов. Таких средств у семьи нет. Многие художники Украины откликнулись на просьбы родных девушки и прислали свои картины для организации благотворительных выставок. Сейчас эта выставка работает в Запорожском областном художественном музее. Есть представлены работы именитых художников, таких вот как Виктор Иванович Ковтун, Чаус, Чурсин, Осенков, Лаушкин. То есть имена такие вот, знаете, уже известные во всем мире. И именно титулованные художники, которые, в принципе, продаются за очень высокие гонорары и цены. Ну и так же самое здесь и представлены работы художников, которые и менее известны, и есть вообще, которые просто приносят людям. Пусть эта работа будет, чем-то поможет. Наталья Луценко, член Союза художников Украины, знает Машу Прокофьеву с раннего детства. Говорит о ней как об очень талантливой девушке с сильным характером и удивительной жаждой выздороветь. Художница принесла на эту выставку несколько своих работ и своих знакомых мастеров. Когда мы узнали, что с Машей случилась беда, конечно, это очень страшно, когда ребенок уже взрослый. Она для мамы и для всех остается ребенком на всю жизнь. Но и вот такое очень болезненное ощущение. Прям хочется помочь, чтобы девочка выздоровела. Выставка продлится до 26 октября. Затем работы можно будет увидеть в различных художественных салонах Запорожья и Киева. Если вы хотите помочь семье в лечении Маши, позвоните ее маме Анжеле Прокофьевой по номеру телефона, который вы видите на экране. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5. Круг друзей собрал запорожцев вот уже в 16-й раз. Фестиваль стал победителем конкурса социальных инициатив «Мы – это город» и поэтому продолжает активно развиваться. В этот раз его провели в парке «Дубовая роща». Все желающие могли принять участие в мастер-классах, попробовать себя в различных видах спорта и повеселиться на аттракционах. Фестиваль «Круг друзей» посетили более сотни запорожцев. С 12 часов дня до 6 вечера в Центральном парке города каждый смог повеселиться от души. Для детей провели порядка 20 различных мастер-классов. Работали спортивные и активно развлекательные зоны. Мне нравится, что тут очень весело на этом празднике. Много конкурсов разных. Я уже успела нарисовать картину, сейчас делаю ангела. Я еще сделала из соленого теста арбуз и подкову. И пока что и рыбу сделала из шарика. На фестиваль «Круг друзей» в основном приходят с семьями. С детьми младшего возраста работали аниматоры. Особой популярностью среди ребят пользовался большой батут и картонный домик. Мне понравился домик. Я бы хочу шарик сделать с украшениями. Второй частью праздника стал концерт, который продлился два часа. Все ребята поделились на команды и соревновались между собой в разных конкурсах. Также каждый желающий смог принять участие в лотерее. Изюминкой фестиваля стали выступления вокальных и танцевально-акробатических коллективов. Праздник нам очень нравится. Девочки перебегают от одного мастер-класса к другому. Спасибо большое организаторам. Все очень-очень на уровне, как по мне. Фестиваль «Круг друзей» – участник конкурса социальных инициатив «Мы – это город», который проводит комбинат «Запорожсталь». Очень для нас трепетно и важно именно в этом фестивале, что этот фестиваль стал победителем конкурса «Мы – это город», социальные инициативы «Запорожсталь». И это очень важно, что такую инициативу начинают поддерживать уже местные предприятия, местные организации волонтерские, которые присоединяются. Мы вместе объединяемся и имеем возможность сделать праздник для детей. В рамках конкурса комбинат выделил грант на 50 тысяч гривен для дальнейшего развития этого фестиваля. Конкурс «В кругу друзей» направлен на то, чтобы приходили сюда детки совместно с родителями, отвлекались от повседневной суеты, приходили на свежий воздух и участвовали в отличных конкурсах. И комбинат «Запорожсталь» выделяет гранты на поддержку таких социальных проектов только для того, чтобы граждане, в первую очередь жители города Запорожья, радовались тому, что живут в таком городе. Организаторы проекта уверяют, данный фестиваль поможет многим жителям нашего города объединиться и даже подружиться. Планируют и в дальнейшем проводить подобные мероприятия. Евгения Лид, Дмитрий Сахно, ТВ5. Военная техника «Лебеди» и Руслана. 17 сентября 1943 года Бердянск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. С тех пор эта дата в календаре курорта отмечается как День города. Как бердянцы праздновали 189-ю годовщину родного города видел Игорь Стрельцов. Театрализованные представления, выставки в музеях, творческие конкурсы и другие мероприятия, связанные с историей Бердянска, прошли в различных районах города. Порадовал участников торжест Оркестр военно-морских сил Украины. Рядом с импровизированной сценой морские пехотинцы показали спецтехнику и вооружение. Все желающие могли посидеть в кабине военного автомобиля, подержать в руках настоящее оружие, попробовать навести прицел миномета и нажать спусковой курок пулемета и гранатомета. Эта выставка мне понравилась. Она очень хорошая. Хочу, чтобы еще были такие выставки. Очень нравится, все прекрасно. Внука с машины не могу вытащить. Осмотрел все его юную технику. В общем, все замечательно. На площади перед Бердянским Раксом появилась необычная композиция. Пара белых любедей – символ любви и верности. На вид хрупкие фигуры состоят из полутора тысяч кованых металлических перышек. Каждая перышка, особенно на крыльях, это индивидуальный рисунок. Каждая перышка отдельно, каждая нарисована была, а потом это все перенесено на металл. Целый месяц и днем, и ночью, и от 11, и каждый день до 11, и часа ночи делал этот любедей. Завершился день города еще одним сюрпризом. На Приморской площади Бердянска выступила звезда отечественной эстрады, победительница Евровидения 2004 года Руслана. Павел Васильев, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5 На згадку с врахованием дня заснувания села Полтавки и истории 210 роков. Вот такой телевизор. Валентина Федоровна, для вас и для молодого поколения. Новый телевизор для развития школы. Такой подарок для школьников села Полтавка Гулийпольского района передал земляк, член полицовета областной организации оппозиционного блока Александр Дудко. Приятный сюрприз подготовили в честь празднования 73-й годовщины освобождения района от немецких захватчиков. В этом году празднования совпали и с юбилеем. Селу Полтавка 210 лет. Особое внимание в селе уделяют патриотическому воспитанию. Поэтому торжества начали с музейной экскурсии. В музее села собраны фотографии, архивные материалы. Все, что рассказывают о создании и развитии села, школьников и гостей, знакомят с историей родного края, именами героев-освободителей, а также знаменитых односельчан. Дети, которые познают историю, в последующем, мабуть, познают новое життя. Поэтому 210 лет, как для такого села, звичайно, это много. Деколька поколений прошло через это и своим горем, и биллёй, радостями, надеями и сподеваниями. И поэтому патриотическое выхование, закладывая истину, начиная с музеев и опять-таки историю, звичайно, оно поединяет выхование духу, бадёрости, патриотизма, любови, прежде всего, до своей батьковщины, где они родились, где они прожили, где они ходили в школу. И действительно в эти дни идут вызволения. Не только Гуляйпильского района, а вообще Запорезьской области. На празднование юбилея собрались несколько сотен жителей Полтавки, руководства Гуляйпольского района. Концерт организовали силами сельсовета, местных предпринимателей и талантливой молодёжи. В торжественной части грамотами и подарками отметили самых активных селян. Подобные мероприятия объединяют громаду, а это залог дальнейшего развития, уверены сами полтавчане. Я вылез, живу тут, и надеюсь, я их жить буду, и наши дети тут живут. Так что нам важно святаться и наше село будет. Такие праздники важны для единения поколений, сохранения традиций. Александр Дудко уверен, сегодня необходимо помогать землякам и поддерживать их. Вот такие свята, как сегодня, для села, есть очень значимые, исторические, радостные, которые приносят счастье, радость каждой доме. И я думаю, что они будут сгадывать сегодняшний день проведения села, аж до следуючей, будут ждать на это. А для этого, конечно, и руководители, и государство, и мы, такие люди, как я, спонсоры, должны в этом способствовать. Не курите в общественных местах, это может закончиться плохо. Французский комик Реми Гояр устал от постоянного запаха табака и людей, которые курят, где им вздумается, и решил их проучить. Комик облачился в костюм пожарного и взял в руки огнетушитель. С ним он подходил к людям, которые курили в общественных местах и тушил их сигареты. При этом, конечно, количество синяков, ушибов и шишек, полученных Гояром в результате своего антитабачного рейда, не уточняется. И это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, все актуальные новости города и области вы всегда можете найти на нашем сайте tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин